Кто чаще обращается в каратейный фонд? Начинающие фермеры или опытные? Вы знаете, в настоящее время наша продуктовая линейка настолько разнообразна, что к нам в текущем времени могут обращаться и агро-стартапы, и действующие сельхозтовропроизводители, и даже сельхозкооперативы. Естественно, у нас сложилась по практике такая, что наиболее часто к нам обращаются именно действующие сельхозтовропроизводители. Ясно. А за сколько времени до предполагаемого получения кредита надо обратиться к гарантийному фонду? Сколько нужно любить время? Опять-таки, обращаясь к нашей продуктовой линейке, наиболее популярными продуктами у нас являются сейчас экспресс и либо экстренный. То есть это, как правило, сумма поручителя до 15 миллионов рублей, если говорить об экспрессе. Срок рассмотрения заявки из практики составляет порядка трех рабочих дней. То есть, в принципе, да, с момента обращения до принятия решения у нас проходит три рабочих дня, и в дальнейшем мы уже просто согласовываем дату подписания с клиентом. Бывает, что клиенты просят перенести буквально день-два, а бывает день в день подписывают. То есть, ну, можно сказать, что от трех рабочих дней. Вы взаимодействуете с различными банками. И можете ли вы порекомендовать фермеру, что с учетом специфики его хозяйства следует обратиться за кредитом именно в какой-то конкретный банк? Конечно, бывают такие ситуации. Бывает, что клиент к нам обращается и еще не знает, какой у него будет кредитор, то есть он еще не определился, в таком случае мы можем обсудить с ним желаемые критерии кредита, которые планирует заемщик взять, либо это будет не кредит, это может быть и микрозайм, потому что у нас в настоящее время порядка 35 партнеров, и это не только банки. Если же, ну, как правило, у заемщика уже, у клиента есть, уже он определился с кредитором, и мы здесь просто помогаем непристосвенно предоставить поручительство. Но, в принципе, бывают случаи, когда обращаются к нам и еще не знают, где кредитоваться, просто ищут кредитора, в таком случае мы помогаем, конечно. Хорошую поддержку.